Добрый день, уважаемые коллеги! Хотел бы затронуть тему вырезки макроскопического исследования, а также анатомического классификации и стадирования герменогенных опухолей в разных локализациях, в частности, как самая частая локализация яички и в негонадные герменоклеточные опухоли. Начнем с яичек. Это наиболее часто локализация герменогенных опухолей. На слайде представлена ТНМ-классификация 7-й редакции, по которой сейчас работаем в России. В других странах принята ТНМ-классификация 8-й редакции, но значимых изменений в классификации по большому счету не было. И хотел бы отметить тот момент, что классификация первичной опухоли по ТНМ выставляется именно морфологом. Клинической классификации на данный момент не существует, кроме CT4, поскольку это инвазия в мошонку, и клинически она видна. А основную роль в этой классификации играет патолог и микроскопический репорт на ткани. И макроскопическое исследование и вырезка в этом процессе могут играть критическое значение как в получении информации, так и в ее потере и искажении. На этот этап нужно обратить особое внимание. Хотел бы сказать, что при классификации первичной опухоли по ТНМ-карциному инситу мы выставляем в случае, если мы обнаруживаем геменоклеточную иноплазию инситу, в случае, если нет опухоли, либо если мы видим рубец, регрессирующий, произвольно-регрессирующий опухоли, либо опухоль, регрессирующий под действием какого-либо лечения. Стадия Т1 — это опухоль, ограниченная тканью яичка, включая сеть яичка, без наличия лимфовоскулярной инвазии. Для стадии Т1 есть субклассификация для семеном по размеру менее 3 см и более 3 см. Довольно пугающе может выглядеть инвазия в сети яичка, вот структуры сети, и герминогенная опухоль, как раз прорастающая в струме сети яичка. Однако это будет относиться к стадии Т1. ПТ2 — это опухоль, также ограниченная тканью яичка, однако с наличием лимфовоскулярной инвазии, либо с каким-либо из перечисленных признаков вне зависимости от лимфовоскулярной инвазии, это инвазия в мягкие ткани ворот яичка, в придаток яичка, либо инвазия в белочную оболочку на всю толщину с выходом в полость влаголичной оболочки за пределы внутреннего мездолиального слоя. Лимфовоскулярная инвазия может выглядеть достаточно ярко, то есть опухолевыми комплексами интегрированы с элементами крови в просветных сосудах зияющих, и может быть множественной, массивной. Однако такую картину мы видим довольно редко, чаще мы видим картину единичных опухолевых клеток либо мелких опухолевых кластеров в лимфоидном инфильтрате с отдельными элементами крови в просветных сосудах. И критический момент этого этапа в том, чтобы отличить истинную лимфовоскулярную инвазию от заноса, который бывает достаточно часто, и в таких случаях это зачастую невозможно. Поэтому существует ряд правил вырезки, которых мы остановимся чуть позже. Инвазия в мягкие ткани ворот яичка и распространение за пределы белочной оболочки. Мы видим белочную оболочку. К сожалению, на картинке не представлено прямое прорастание, но опухолевый узел на поверхности инвазии в блочную оболочку как раз с видимым внутренним мезотелем, мезотелинальным слоем. Т3 – это опухоль, непосредственно прорастающая в мягкие ткани семенного канатика вне зависимости от наличия лимфовоскулярной инвазии. Вот представлен семенной канатик, примерно в одном сантиметре от ткани яичка, блочек, и опухолевый комплекс в клетчатке. И Т4 – это опухоль, инвазирующая в мошонку, вне зависимости от наличия лимфовоскулярной инвазии. Часто это микроскопически видно очень ярко, мы в любом случае должны взять фрагменты мошонки для уточнения этой стадии микроскопически. Вырезка материала архоникулактомии начинается как и вырезка любого другого материала с направления. Примерно должна быть информация о пациенте с возрастом, обязательно поскольку такие опухоли встречаются у молодых пациентов. Клинический диагноз, клиническая стадия по ТНМ, особенно нам интересуют буквы N и M, и наличие распространенности этого процесса. Также информация о наличии метастазов по методовой визуализации, лучших методов исследования, информация о проводимом лечении, если такого было, и показатели сирологических маркеров, которые могут дать нам дополнительную информацию для дифференциального диагноза. Начнем с макроописания. Поступает материал архоникулактомии. Яичко необходимо до вскрытия, до фиксации яичка определить его размер. Размер придатка яичка, длину и диаметр семенного канатика. Перед фиксацией края и стекулярной ткани маркируются гистологическим красителем. Оценивается состояние оболочек яичка. Если есть влагалищная оболочка, то ее. Если нет, то, соответственно, белочные оболочки. И перед фиксацией важный момент. Не стоит вскрывать яичко во избежание диссеминации опухолевых клеток и возникновения заносов. Поскольку опухоли чаще всего мягкие, либо жидкие, полужидкие, это может быть критичным моментом, поскольку диссеминация может быть массивной. После фиксации, прежде всего, берется край резекции семенного канатика, опять же, до вскрытия самого яичка, во избежание диссеминации. Также берется фрагмент семенного канатика вне яичка. Яичка рассекается. Здесь мы видим серотобежевую опухоль по наружному краю с единичной кистой с слизистым содержимым. Макроскопически инвазия в оболочку яичка либо прилежащей структуры придатки ворот и протестикулярной ткани не определяется. И по протоколу коллегии американских патологов рекомендовано опухоли, которые можно забрать тотально в 10 и менее блоков, забирать тотально. Если же опухоль невозможно поместить целиком в 10 блоков, то стоит взять 10 блоков наиболее репрезентативных, отличающихся друг от друга участков. И в случае, если опухолевая масса больше 10 сантиметров, берется по фрагменту из каждого сантиметра опухоли, опять же, наиболее репрезентативные и отличающиеся друг от друга участки. Также в срезы должны попасть интактные ткани яичка, придатка ворот средостей яичка, белочная оболочка, поскольку это, опять же, важно для стадирования. Семенной канатик и край резекции семенного канатика. В нашем случае опухоль как раз поместилась в 10 блоков. Первый фрагмент — это край резекции семенного канатика, фрагмент семенного канатика, опухоль. Здесь два фрагмента — это киста. И дополнительно был взять еще фрагмент придатка яичка. Краткое резюме по тем фрагментам, которые стоит взять, как я уже говорил, это опухоль с прилежащими нормальными структурами яичка, которые должны быть оболочка, придаток, вороты средостей яичка и все макроскопически отличные участки опухоли. Также забирать семенной канатик с краем резекции. Если есть какие-то сопутствующие находки, не сопровождающие опухоль, их также нужно взять на исследование. Если присланы дополнительно какие-то фрагменты жировой клетчатки, в них определяются лимфоузлы. Все определенные лимфоузлы должны быть исследованы. И маркированы, описаны и исследованы должны быть все фрагменты ткани, которые были присланы дополнительно. Примерный план протокола макроскопического исследования, то есть все органы его части с размерами, состояние оболочек и подробное описание опухоли с макроскопически видимыми признаками ее инвазии и особенностями. Стодирование регионарных лимфоузлов, метастаз регионарной лимфоузлы зачастую проводится несколько отсрочно после химиотерапевтического лечения. И стодирование производится по размеру наибольшего метастаза в группах лимфоузлов и количеству этих метастазов в группе. То есть N1 – это метастаз не больше 2 см, и лимфоузлов с метастазами должно быть не больше 5. N2 – это метастазы, которые могут быть более 2 см, но не более 5 см в наибольшем измерении. Также этих лимфоузлов может быть больше, чем 5, с метастазами не более 5 см в наибольшем измерении, либо метастаз менее 5 см с явным экстронадальным распространением. N3 – это метастаз более 5 см в наибольшем измерении. Также в направлении для вырезки необходимой данной пациента клинический диагноз уже выставленный, скорее всего, стадии по Т, если была проведена орфонюклоктомия до этого. Результаты лучевых методов исследования, показатели сирологических маркеров, информацию о проводимом лечении. Эти пункты в направлении могут для нас дать информацию о том, что мы видим, во-первых, макро, во-вторых, микро, поскольку метастазы после химиотерапевтического лечения, во-первых, за счет пластичности дифференцировки опухоли могут значимо отличаться от того, что мы увидели в первичной опухоли. Зачастую они увеличивают дифференцировку до зрелой тератомы. Также мы можем увидеть значимые изменения в принципе ткани метастазов и обширные поля некрозов и поля фиброзов, которые практически невозможно будет отличить от зрелой тератомы в некоторых моментах. И указание присланных фрагментов материалом на исследование после лимфоденектомии будут забрюшины лимфоузлы. Это группа лимфоузлов, окружающие нижнюю половину и аорту, и расположенные между ними. И они могут выглядеть по-разному, значимо отличаться при разной хирургической практике. Это могут быть отдельно маркированные группы лимфоузлов, в которых каждую группу лимфоузлов мы должны обозначить, указать их размеры и размеры наибольшего лимфоузла с размером наибольшего метастаза, если он там есть, и выходом за пределы капсул лимфоузла этого метастаза. Либо это может быть несколько блоков жировой клетчатки с лимфоузлами без маркировки, маркирован просто как забрюшинная клетчатка. В этом случае мы не можем их никаким образом дифференцировать. И может быть единый крупный конгломерат с опухолевыми массами, в котором мы должны оценить край резекции. и в этом случае при его вырезке мы забираем, если это метастаз меньше 3 см целиком, если метастаз и опухоли в резидуальной массе более 3 см, по сантиметру из каждого фрагмента, с оценкой край резекции. Если это возможно, если видно, что блок уделен был целиком. И примерный протокол макроописания со всеми фрагментами, размерами лимфоузлов, метастазов и выходом за пределы капсулы лимфоузла. Далее. К внегонадной герменоклеточной опухоли расположены всего по срединной линии. Для взрослых 50-60% внегонадных герменогенных опухолей располагаются в средостении. И прогноз этих опухолей прямо коррелирует с увеличением возраста пациента. Достаточно благоприятное течение для препубертантных опухолей и плохой прогноз для постпубертантных опухолей. Причем дата отсечки по протоколу КАП является 12 лет. Стодирования по ТНМ собственного для внегонадных герменогенных опухолей нет. Они стадируются по протоколу мягких тканей по размеру выдержки из 8-й редакции ТНМ. И как самая частая локализация средостения в средостении самые частые опухоли это тератомы. Зрелые, незрелые. И есть отдельный вид классификации определения прогноза по гистологическому типу и распространению опухоли в пределах средостения, поморную састеру. Это распространение опухоли на прилежащие структуры с инвазией либо без нее. И метастазы опухоли внутри органов грудной клетки или за ее пределами. Опухоли средостения на вырезке выглядят примерно так. К ней могут прилагать удаляться единым блоком с прилежащими органами структуры в данном случае это ребро. Вот здесь отмечено стрелкой. И на вырезке правила в принципе те же, что и для лимфодонектомии крупным единым блоком. Если опухоль меньше 3 см, она забирается целиком. Если больше, то по сантиметру из... по фрагменту, извините, из каждого сантиметра наиболее отличающиеся репрезентативные участки. И в случае, если есть прилежащие органы и ткани, обязательно следует оценить на вырезке прилегание этих тканей опухоли и инвазию в них, а также оценить расстояние до ближайшего края резекции, которым мы маркируем красителем. Примерный план ответа протоколом макроскопического исследования, то есть описание размера самого блока тканей, опухоли, прилежащих удаленных на блок органов и расстояние до минимального края резекции. Для первичных герминогенных опухолей яичника также нет своей отдельной классификации по ТНМ. Мы стадируем по ТНМ для эпиталиальных опухолей яичника. И здесь основными критериями являются расположение этих опухолей внутри яичника, либо их распространение на капсулу яичника, прилежащие в серозной болотике, и распространение на брюшину в пределах малого таза, либо за пределы малого таза. Метастазы в регионарные лимфоузлы стадируются по размеру этих лимфоузлов. Регионарными лимфоузлами будут являться тазовые лимфоузлы и параортальные лимфоузлы. А если мы определяем метастазы в каких-либо иных лимфоузлах, это будет считаться как удаленной метастазой. Наиболее частой герминогенной опухолью в яичнике считается тератома. Макро выглядит достаточно ярко, определяются зрелые волосы, зубы, фрагменты костной и хрящевой тканей. Однако, стоит, опять же, по правилам солидных опухолей брать не менее, в случае, если она меньше 3 см, забирать ее целиком, не менее 10 фрагментов из опухоли, либо по фрагменту из каждого сантиметра опухоли. Также обращаем внимание на капсулу лимфоузла и все приезжающие дополнительные структуры, чаще всего это сальник, матка с придатками, оставшимися придатками и сальник. И, в частности, в сальнике мы можем определить при зрелой тератоме узлы глиоматоза, что не противоречит диагнозу зрелой тератомы. В случае обнаружения каких-либо узлов в сальнике каждый из них забирается. В случае обнаружения в сальнике участков незрелой тератомы без представленной такого в яичнике следует поднять материал яичника и сделать дополнительную вырезку для поиска участков незрелой тератомы в яичнике. Если же в сальнике не определяется каких-либо узлов, как не в этом случае, то следует взять от 5 до 10 фрагментов. Притом чувствительность метода для 5 фрагментов будет около 82%, а для 10 фрагментов до 95%. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова